Социально ориентированное заседание. Региональные парламентарии обсудили ряд важнейших для жителей области вопросов. Так, единогласное одобрение представителей фракции получил законопроект господдержки семей с детьми. Предлагается три вида дополнительной финансовой помощи молодым родителям. Это ежемесячная выплата по уходу за первым ребенком до достижения возраста полутора лет. В случае, если данный ребенок рожден матерью до 24 лет. Также документ предполагает единовременную выплату молодым семьям на улучшение жилищных условий в размере 100 тысяч рублей. Но достанутся деньги только матерям, родившим после 1 июля 2017 года первого ребенка. И то, если в течение трех лет после будет рожден второй ребенок. В законопроекте оговорено множество условий. Например, родители, чтобы получить выплату, должны оба учиться на очных отделениях высших или среднепрофессиональных образовательных учреждений. Также доход семьи не должен превышать средней душевой по области. Есть предложение просмотреть возможность установления снижения ипотечного кредита за счет средств бюджета области, в том числе и при рождении первенца. То есть рождается малыш-первенец, соответственно, тут же появляется возможность приобретения ипотечного кредита, а проценты, которые гасятся за счет бюджета, по меру появления второго, третьего ребенка, погашаются с тем, чтобы к четвертому вообще ничего платить не нужно было. Объем расходов на выплаты только в этом году составит около 40 миллионов рублей. Депутаты считают важным поддерживать молодые семьи. По статистике, рождаемость в регионе ниже общероссийской. В последнее время зафиксировано снижение на 38% количества матерей в возрасте от 18 до 24 лет. Обсудили депутаты и виноводочную вольную. Речь идет об отмене запрета на торговлю алкоголем в закупоренных бутылках на предприятиях общепита. Также федеральные законотворцы приняли решение убрать из текста статей требования к помещениям общественного питания, в которых продают алкоголь. Исключается значение площади зала. В соответствии нужно приводить региональный закон. На сегодняшний момент есть определение Верховного суда Российской Федерации. Было прослужено по одному из регионов, где данные требования признаны незаконными. Поэтому эта практика сейчас есть и считаем, что эту норму необходимо тоже отрегулировать и исключить из нашего областного закона. Получается, отметил Виктор Смирнов, теперь продавать алкоголь можно фактически везде. А этого допустить нельзя. Коллеги, я вношу на ваше рассмотрение предложение протокольно поручить Комитету по экономическому развитию Ивановской областной думы до 20 апреля текущего года подготовить законодательную инициативу нашу с вами по внесению изменений в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и так далее. Инициативу спикера депутаты поддержали единогласно. Чтобы на уровне федерального, федеральным законом все-таки эти требования были установлены. И чтобы у нас помещение площадью 2 квадрата с одним стулом в чипки, в ночные чипки, а фактически вместо торговли спиртными напитками не превращались. Коснуться изменений и работы общественной палаты региона. Вместо 50 активистов в новом составе будет заседать 24. Третий из них выберет губернатор, третий – региональный парламентарий. Еще часть будет сформирована из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями. Согласно нововведениям, в составе палаты должны быть только те люди, которые имеют опыт представления и защиты прав профессиональных и социальных групп не менее трех лет. Федеральные законодатели обязывают активистов общественной палаты на срок полномочий приостановить членство в политических партиях. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.